ЛДПР 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 проводит большое мероприятие, где со всей страны собираются представители коллекторских агентств. Учитывая наше крайне негативное отношение к коллекторам, при этом мы понимаем, что не все коллекторы действуют противозаконно. Мы считаем, что правоохранительные органы должны взять на карандаш всех участников этого мероприятия, потому как они входят в зону риска. Сегодня те методы, которые используются коллекторами по всей стране, это противоправные, противозаконные методы. Люди напуганы, люди затрамбованы. И те, кто сегодня собирается в Москве, это те потенциальные представители организаций коллекторских, которые в дальнейшем будут дальше терроризировать наши граждане. Поэтому мы просим правоохранительные органы обратить внимание на этих участников. Я напоминаю, как и в Соединенных Штатах Америки, и в нашей стране в разные периоды истории боролись с криминалом, когда давали возможность все вместе собраться, а потом брали всех на карандаш и отслеживали их дальнейшую деятельность. Они сами себя проявили, и мы считаем, что такие люди, которые сегодня там собираются обсуждать свои якобы профессиональные темы, они их обозначили так – игры профессиональных взыскателей. Ну вот, паяльники, угрозы насилия – это их игры. Поэтому мы считаем, что этот разгул надо прекращать, и вот они сегодня локализованы, всех необходимо определить в зону риска и дальнейшую их деятельность жестко контролировать. И еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание, правительственный законопроект будет рассматриваться в первом чтении – это серьезное изменение и реформирование практически всей социальной сферы. Предлагается новый инструмент, когда государственная или муниципальная услуга, она наряду с муниципальным или государственным учреждением, может быть реализована коммерческой структурой, некоммерческой организацией и физическим лицом. Предлагаются две конструкции – это конкурс и аукцион, когда организация выигрывает, предлагая свои условия, либо система сертификатов. Фракция ЛДПР воздержится от голосования за это серьезное изменение социальной сферы. Мы понимаем, какие возможны риски, и несмотря на существующую договоренность с Минфином о том, как ко второму чтению этот законопроект править, мы все равно понимаем, что предоставить сегодня право наряду с государственными органами, с муниципальными органами предоставлять услуги в сфере туризма, в сфере занятости, социального обслуживания, образования, здравоохранения. Это может понести самые серьезные последствия. Идея может быть хорошая, но мы знаем, к сожалению, как это все реализуется там, на местах, в муниципалитетах. И хорошо, что Минфин согласился скорректировать формулировки, чтобы все это носило рекомендательный характер, но в любом случае, учитывая те замечания, которые повсеместно звучат в адрес действующего 44-го федерального закона о государственных закупках, Сколько мы видим случаев, когда организации выиграют, предлагая наименьшую цену, но страдает качество, в этих условиях подобную инициативу мы поддержать не можем и предупреждаем о тех возможных рисках, которые возникнут после принятия этого закона и начала правоприменения. Применение